Нерабочую магистральную канализационную линию в районе улицы Виноградной обнаружила городская мониторинговая группа. Заменой километровой трубы занялась администрация города. Сами же собственники коллектора, руководство санатория Сочи, принять участие в ремонте отказались. А вот разрешение на подключение к своему коллектору застройщикам жилых домов давали. В итоге не только дома целого микрорайона, но и многочисленные организации, в том числе автомойки и металлобазы, сбрасывали стоки в этот коллектор. Глава Сочи провел совещание с руководителями этих предприятий и настоятельно попросил подключиться теперь к ремонту. Около километра построен новый коллектор с устройством различных лотков, трубопроводов, из которого порядка 350 метров было выполнено только лишь путем так называемых проколов. Это очень дорогостоящая операция, очень такая объемная, очень кропотливая. И спасибо большое, собственно говоря, и работникам этих организаций, которые принимали участие в этом. Работы по восстановлению велись круглосуточно. Изношенным оказался не только коллектор. Разрушены были и колодцы. На сегодняшний день строители произвели переврезку основной магистрали в новую построенную ветку. Теперь стоки, как и положено, попадают в очистные сооружения. Сброс хосфекальных вод по вине недобросовестных организаций, которые не следят за своим имуществом, случай не единичный. И выявляют их мониторинговые группы ежедневно. Хочу сказать, что и обратиться к гражданам. Если они знают, где у них идут, где есть неисправные коллекторы канализационные, сообщать в администрацию города. Ну, телефоны все есть в оперативно-диспетчерскую службу. И мы, конечно, будем предпринимать меры для того, чтобы устранять вот эти вот отрицательные моменты. Напомню, работа по пресечению сброса неочущенных стоков началась в Сочи в 2015 году. За это время выявлено более 13 тысяч объектов нарушителей. На 12 тысячах недочеты уже устранены.